Колдовской праздник меча Нильс Хоккансен Автон Бладет, Швеция 9 июня 2018 года В книге К.С. Льюиса Ц.С. Льюис, Хроники Нарнии Лев, Колдуньи и Платяной шкаф Есть персонаж, которого читатели обычно запоминают лучше всего Это злобный брат Эдмунд Вечно недовольный и несговорчивый толстяк Который терпеть не может Когда братья и сестры от него чего-то требуют и хотят Чтобы он был так же нравственно идеален, как они сами Злая колдунья искушает Эдмунда сладостями Заколдованными мармеладными конфетами И он придает все добрые идеалы в обмен на обещания комфортной жизни Когда никто не докучает ему претензиями к его моральному облику К концу книги колдовство с Эдмунда спадает Но лишь после того, как Золотой Лев Аслан жертвует собой ради него С этого момента фигура Эдмунда бледнеет Он становится добрым, совестливым, высокоморальным, но скучным Весело бывает лишь тому, кто думает только о себе Эта мысль проносится в моей голове, пока я изучаю сайт чемпионата мира по футболу Это же будет чертовски круто, Польша-Сенегал Какой матч? Давай, Эдмунд Потому что да, это именно тот случай, если быть честным Чемпионат мира по футболу 2018 года Удовольствие, которому хочется предаться вопреки всякой сознательности Мы ведь, например, давно знали, что турнир будет проходить в стране, которая устроила войну Чье откровенно коррумпированное правительство безостенчиво притесняет свой народ и открыто преследует оппозицию геев Да, да, но плевать на это, ведь скоро играют Бельгия с Панамой Кто-то говорил о погибших строителях? Не И воздушные налеты на сирийские больницы тоже к делу не относятся Мы сидим, запустив руку в банку с конфетами, и идите вы к черту со своим мытьем Из-за моего энергичного тона часть читателей, наверняка, подумала, что я, этакая культурная швабра и рву рубашку на груди Взывая к мировой совести и вопя Помните о Бостаде? Чуть увижу обнимашки между спортивными боссами и диктаторами, и сейчас буду призывать к бойкоту В шведском городке Бостад в 1968 году во время Кубка Дэвиса случились беспорядки из-за шведских демонстрантов Заявивших, что Родизей, против которой играла шведская команда, управляет белый расистский режим Примечание Перев Вовсе нет Во-первых, заваривать эту кашу уже поздно Во-вторых, бойкотом вообще редко можно решить проблему А в-третьих, именно эту мысль я тут и хочу до всех донести Мы просто оказались совершенно парализованы, когда власть продажного мирового футбола овладела всеми нашими органами чувств Волшебник нашего времени околдовал нас, и мы идем туда, куда он нам приказывает Еще четыре года назад все знали, как все будет Политическое обрамление соревнования было кристально ясным еще до начала отборочных матчей Это предсказывали звезды в небесах над Сурихом, Москвой, Киевом и Гутой Так будет И нам было все равно, даже вопроса не возникало Не отнят ли у России право принимать ЧМ Война не имела никакого значения Ужасающие условия, в которых строились спортивные объекты Не имели никакого значения, о репрессивном режиме в стране никто даже толком не в состоянии был поговорить Мы решили воздержаться от этого, из-за апатии, равнодушия или из-за принципа, что нельзя смешивать спорт и политику По сути, наш паралич, чем бы он ни объяснялся, принципиальностью или слабостью, означает, что можно начать войну и притеснять как меньшинства, так и всех остальных И при этом сохранить право покрасоваться на фоне самого увлекательного мероприятия, какое только видел свет И тем самым 3,5 миллиарда человек как бы намекает всем будущим разжигателям войн Мы в следующий раз закроем глаза И некоммерческая организация, которая дает попользоваться своей эмблемой в этом спектакле пропаганды Тоже не видит никаких причин отклоняться от избранного курса Но прямо сейчас, когда, все больше погружаясь в трясину аморальности Мы с нетерпением ждем глянцевых приложений газет, посвященных чаям И против воли мечтаем о том, как шведская сборная вопреки всему побеждает одного невероятного противника за другим Кажется, что с чисто человеческой, этической точки зрения эта ситуация безнадежна Спорт убивает, пока что это так И мы все в этом участвуем, потому что колдуны надежно завладели нашими снами и нашим воображением Мы мечтаем о футболе, и не можем даже представить себе, что можно было бы нарушить этот четырехгодичный цикл К концу которого мы обычно сидим как приклеенные перед экранами телевизоров несколько недель подряд Цикл, который этим летом вынудил нас унизиться и вести общее дело с руководством FIFA и российским правительством Из всех наших затрепанных мечт только одну они нам не подали на тарелочке с голубой каемочкой Мечту о герое И не о том герое, который в прыжке забивает гол в дополнительное время и бьет себя в грудь после этого А о настоящем герое, герое, который укажет нам на идеал И для этого не нужен Аслан Вполне достаточно будет Микаэля Люстида Микаэль Лустик, или Андреаса Гранквиста Андреас Гранквист, шведские футболисты Примечание Перев Достаточно будет сдержанной, но вполне бунтарской демонстрации в нужном месте, за которую полагается наказание Жертвы, которая заставит нас, Эдмунда подобных персонажей, выдернуть руку из банки с зачарованными конфетами Пробудиться от моральной литургии и найти в себе силы подняться во весь рост